Уважаемые друзья, вашему вниманию представляется поединок Иванчука и Ананда, двух великих гроссмейстеров, они играют в 98-м году на турнире в Ленарисе, в этот раз из десятков сыгранных партий они входят на территорию системы Раузера. Главное его разветвление, где белая играя с лонжи 5, угрожает испортить перечную структуру, а черные этого не дают сделать. Ну и после хода ферзь Д2, мы с вами знаем, что есть такие как бы два больших направления, одно направление это ход А6 в этой позиции, ну с идеей побить на Д4 пойти в Б5. Другое направление это сыграть с лонгей 7, чтобы как можно быстрее сделать короткую рокировку, ну более такая классическая история. Здесь белая играя Т3, гораздо чаще принято ходить Ф4, но Ф3 конечно ход тоже возможный, предполагающий укрепление пешки на Е4, ну и поддержку какой-то движения Ж4 в свою очередь. Значит, размен-размен, черный начинает готовить свою какую-то активность на ферзьевом фланге, ходом А6, белый играет А4, все, так сказать, ожидаемо вполне. Обе стороны действуют как это принято, как это положено. Значит, и король Б1 тоже нас вряд ли удивляет ход профилактически. Ферзь И7, я бы не сказал, что этот ход главный, но понять его тоже довольно легко, пригодится в будущем давление по линии С, прежде всего на пешку С2. Берется под контроль поле Е5, если вдруг белые решат прорвать по центру пойти Е5. Ну и вообще ход гибкий, хороший, полезный, начинается какая-то коллаборация между ладьями тоже. Сыграно H5 и сыграно H6. Вот этот момент, мне кажется, очень важным, потому что как-то более вот в этой позиции, в духе времени, так сказать, смотрится ход сломбит Ф6, и черным придется выбирать, если они хотят чего-то такого более боевого, то возможно пойти на структуру вот такую. И были сыграны партии на такую тему. Два слона, но немножечко открытый король, очень сложная позиция, которую крайне трудно оценить. Вот. Но, значит, если черный вдруг захочет побить на Ф6 слоном, то тоже такие возможности есть. Но в любом случае сломбит Ф6, смотрит за белых принципиально, а они играют слон H4. И вот теперь думается, что как-то замедлилось их движение. Довольно убедительно выглядит здесь сломбе 7. Конь Е2 смотрится чуть-чуть как-то пассивно. Ладья С8, Ферд 2. Ладья Д8. То есть черные вроде бы сделают простые ходы, подвели фигуры на какие-то многообещающие поля. И вот у них уже лучшая позиция. После хода странного тоже немножечко ладья Е1. Здесь важно было разгадать такую дьявольскую ловушку, скажем так. Если сейчас по, вроде бы, первым ощущениям хорошо смотрится Д5, то можно на это получить Е5. И после хода Ферд бьет Е5, слон Ж3. Неожиданно оказывается, что у Ферзято полей-то хороших особо нет. Он везде будет попадать под нападение на Ферзь. В 5 под конь Е4, на Ферзь Ж5 под слон Ф4. Вот это, конечно, никуда не годится. И вот эта вот такая идея была разгадана. И Шенатанан делает блестящий ход, он играет Е5. То есть блокируя, фиксируя вражескую пешку и подготавливая теперь уже, да, свое дальнейшее движение вперед, свой прорыв. Ну а после слон бьет Е6, слон бьет Е6, конь С3. Это, как говорится, неплохая, конечно, попытка взять под контроль поле Д5. Но слон уходит с темпом, нервирует Ферзя. Когда Ферзь уходит на Д1, то сыгран на Ферзь опять. Никаких сомнений нет совершенно, что сейчас последует удар на С3. Будет скрыт король, и потом слоны просто разорвут позицию вражеского короля. Ну а после хода конь Д5, удар, удар. И ладья бьет С2. Великолепно. Нельзя побить Ферзем, потому что Ферзь бьет на Е1 с матом фактически. А побив королем, мы получаем вариант Ферзь бьет А2. Ладья сейчас подключается по линии С. Ну и в общем-то все. В общем-то все. И очень скоро пришлось признать поражение. Ну, в общем, в какой-то момент потерял немножечкой нить игры чувство ритма Василия Михайлович. И, конечно, Аннан был великолепен в реализации сицилианского перевеса.